ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Логично, что ночей должно быть тоже 365. Гениально. Ты просто гений. Ура! Но на самом деле я знаю вот какую информацию, что сегодня самая длинная ночь в этом году. Все правильно. Сегодня 21 декабря, значит, всего 7. 7 часов солнышка у нас сегодня есть. Я сплю немного больше иногда. А вот ночь длится будет сегодня 17. 17 часов, представляете? Это очень много. Это реально очень много, поэтому будем сегодня радовать вас в студии, светить для вас, как говорится, но и не только мы, но об этом попозже. Ребята, мы будем вас морально, так сказать, поддерживать в это нелегкое время. В нашей группе ВКонтакте вы можете высказываться, как только хотите, жаловаться на учебу, которой предстоит вам с ней разобраться, писать комментарии граффити. Мы будем этого ждать с нетерпением, правильно? Расскажи, кто к нам сегодня придет. А, это самое интересное. К нам придут настоящие звезды. Супер-финалисты шоу «Х-фактор». Об этом мы будем сегодня говорить в прямом эфире, и не только об этом. Ну, а что вас ждет вообще сегодня, давайте посмотрим прямо сейчас. Сегодня в программе будет много музыки. Участники реалити-проекта заполнят танцпол, ну, а мы освободим им площадку для творчества. Создадим домашний оркестр и повеселим друзей. Сыграем в «Крокодил» с финалистами шоу-талантов «Х-фактор» «Беларусь». Добавим битов в праздничное настроение. И обязательно проверим тебя в нашем традиционном интерактиве «Кахут». Это пин-код. Смотри, не пропусти. Дорогие наши зрители, присоединяйтесь скорее к нашему сегодняшнему «Кахут». Он совсем-совсем уже скоро начнется. Заходите на сайт kahut.it, вводите в поле для игры следующие цифры. 6, 9, 2, 8, 5, 4, 1. Или видите, вот здесь QR-код. Можете нанести на него свой смартфон. Это тоже можете. Можете сегодня все на самом деле, ребята. Но лучше, конечно, навести свой смартфон для того, чтобы участвовать в сегодняшнем «Кахуте». Потому что вы можете получить классный приз. Пригласительная в резиденцию Деда Мороза с 25 декабря по 9 января. Там будет проходить мероприятие. Это «Линия Сталина». В этом году встречает Деда Мороза. И, конечно же, вас ждет много интересных интерактивов, конкурсов. Участвуйте и выигрывайте классные призы. Все, как у нас в пин-коде. Это целая традиция. Но и это, и это еще, конечно же, не все. Мы обязательно, просто обязательно просим вас, чтобы вы срочно зашли в нашу официальную группу во ВКонтакте. Вот так она прекрасно выглядит. Нашли последний пост. И обязательно вот под этим красивейшим, красивейшим постом написали пару комментариев. Пожелайте участникам из «Фактора» победы, сил, хороших эмоций. Можете послать бузьку, граффити. Вообще классный вариант. Все, что угодно. Мы обязательно зачитаем ваши комментарии в прямом эфире. Вот, например, Кристина Шаровар. Все, как ты и сказала, все так и написала. Класс! Удачи всем! И крепкого здоровья, конечно же. У нас наши участники «Фактора» прямо сейчас сидят за кадром. Вы, к сожалению, этого не видите. Но мы с Еленой прям чувствуем их энергетику. Поэтому я думаю, что эти комментарии им будут очень особенно приятны. Конечно, будут приятны. Но с ними мы поговорим чуть позже. После, например, рекламы на телеканале «Беларусь-2». Не переключайтесь. Реклама на телеканале «Беларусь-2» пролетела просто незаметно. Если вы только что к нам присоединились. Всем привет! Это молодежный интерактивный проект «Пин-код». Сегодня эфир у нас совершенно не простой, даже не золотой, а настоящий музыкальный, тусовочный. Хеляночка, скажи, пожалуйста, на скольких инструментах ты умеешь играть? Играть? Смотри, есть самый, наверное, важный музыкальный инструмент. Это твои нервы по пятницам. Я играю на них просто профессионально. Каждую пятницу на «Реалити-пин-код» вы не представляете, что происходит за кадром. Ну, конечно, вы можете представить, посмотрев дневники «Реалити». Ну, а на самом деле здесь вообще просто такой хаос, жара! Ладно, если теперь серьезно, я умею играть на фортепиано. И, ну, я петь умею, но это такой себе инструмент. На фортепиано. И на фортепиано. На это восстановимся. Супер! Если кому интересно, то я умею играть на аккордеоне. Я предлагаю прямо сейчас вот немножко предположить, какую бы мы с тобой группу создали. Кого позвали бы? Ой, интересно. Давай, у нас есть фортепиано, у нас есть чудесный голос, мои нервы, на которых ты уже сыграла там мелодии. И аккордеон. Да. Нам нужна ритм-секция. Это такие барабанчики какие-нибудь, да? И струнные. Ну, давай будет гитара, будет клавка-бэнд. Хорошо. И аккордеон. С завтрашнего дня начинаем подготовку, записывайтесь в наш герлс-бэнд. А пока я хочу сказать, что оркестр прямо здесь, в студии, создать, конечно же, невозможно. Увы, но я знаю, что можно создать крутые инструменты своими руками. Прямо сейчас об этом нам расскажет Саша Федюнина. Всем привет, это Лайфхаки, и с вами я, Саша. Представь, у тебя вечеринка, но что-то гости заскучали, начали собираться домой. Как их развлечь? Предложи поиграть в веселом оркестре. Что? У тебя нет музыкальных инструментов? Не беда. Итак, лови три совета, как сделать музыкальные инструменты из подручных материалов. И, кстати, подготовка – это уже отличное развлечение. Сначала мы соберем мароккадсы. Кто не знает, это индейский народный инструмент, напоминающий погремушку. Нам нужны пустые коробочки от больших шоколадных яиц. Одноразовые пластиковые ложки, клейка лента и какой-нибудь сыпучий материал для наполнителя. Например, рисовая или перловая крупа. Открой контейнеры и насыпь в нижние части наполнители. Теперь плотно закрой и примотай клейкой лентой по две ложки. Все, мароккадсы получились, что надо. Пробуем их в деле. Поехали дальше. У нас на очереди самодельные кастаньеты. Под задорное щелкание этого деревянного инструмента испанцы танцуют свои зажигательные танцы. Наши кастаньеты будут из полоски плотного картона и металлических крышечек от бутылок. Все очень легко. Приклеивай по одной крышке на обоих концах картонной полоски. Полоску складывай пополам, крышками внутрь. И вуаля! По-моему, звук очень даже неплохой. И еще один инструмент – ударная установка. Возьми несколько пустых жестяных банок разной высоты и диаметра и столько же воздушных шариков. Еще тебе понадобятся деревянные шпажки для шашлыка и вот такие вот шарики из пенопласта. У воздушных шариков обрежь горлышко и плотно обтяни верх банок обрезанными шариками. Вот так. Все, барабаны у нас есть. Осталось собрать барабанные палочки. Можно взять шашлычные шпажки. Наконечник сделаем из шарика. Для этого просто проткнем его острием палочки. Примерно до середины. Наша барабанная установка готова. Вот такой вот крутой набор инструментов для домашней джаз-банды у нас получился. И, по-моему, теперь тебе и твоим гостям точно не придется скучать. А на сегодня это все советы. Увидимся в следующих выпусках. Пока! Я не знаю, под какие маракасы вообще зажигают эти ребята, но это какой-то шок-контент. Супер-финалисты шоу «Х-фактор». Посмотрите на них сейчас, пожалуйста. Вот Андрей Панисов, Анастасия Кравченко, Никита Белько. Они вообще какие-то сумасшедшие. Довели меня до истерики и до слез. Я знаю, что эти люди довели до истерики и до слез всю страну, о чем тут и говоришь. Ребята, привет. Расскажите, пожалуйста, ожидали ли вы, что окажетесь в тройке по итогу? Привет. Всем привет. Если честно, я просто делала свое дело, и я не думала, когда я окажусь, где я окажусь. Я просто вот бомбила, как я умею, и все. В это просто очень хотелось верить. Да. Что чувствовали, когда вот ваша фамилия оказалась в списке? Ой, ну вот... Ребята, наверное, сейчас ребят нужно, да. Нам было немножко легче, потому что... Тебя назвали первым. Я понимаю, что стоять там было бы очень сложно, очень волнительно. Андрей был вторым, ну а Настя был сложным. Да, но я отключил голову как-то вообще в каком-то другом мире я находился. А что ты включил? Отключил. Аня! Ты очень смешно. Включил ноги. Отлично. Чтобы уйти со сцены потом. Да, да, да. Так, Настя, а тебе вообще каково было? У меня две недели подряд номинации. И первую неделю я... Ну как-то я не знаю, я почему-то была как-то готова и верила там, допустим, на 80%, что вот я... Пожалуйста, отпустите меня дальше. Вот. А уже в конце я понимала, что Денис просто сильнейший. Он шикарный вокалист. И сейчас такой выбор стоит. И когда вот это... Во-первых, понервничает то, что вот меня не назвали, и я уже стою и жду кого сразу. Сразу скажу, что... Черный конверт. Да. Тут у меня просто мандраж жесткий. Потом, когда я понимаю, что надо бороться с Денисом. Ну вот, пока за пулицами ходил, пока Денис пел. Это вот это второй момент. Потом, когда мы стояли на сцене, слушали вердикты, ну, наставников. Потом, когда ситуация два на два, я уже стою, там у меня глаз дергается, нога дергается. Хорошо, что штаны широкие, там просто не видно было, что там у меня все дергалось. Потом выносят конверт. И тут вот эта вот пауза. Я сейчас пересматриваю и такая думаю, что что вы делаете? Я сейчас сама эти эмоции опять испытываю, когда пересматриваю эти видео. И все. И я, на самом деле, думала, что я, ну вот, я себя так чувствовала. Нет, я не... Что не уйдешь? Нет, ни в коем случае. Я вообще не знала, о чем думать в тот момент. Я просто услышала свою фамилию, я была счастлива. И на тот момент, когда я присела, тогда там вот кадр был такой, мне казалось, что вот я просто присела, вот, а потом я сейчас смотрю видео, и там у меня лицо просто своей жизнью живет, там, там вот оно плачет, оно смело. Дело само себе! Вообще, мысли сами себе, Настя! Это просто... Как ты вообще справилась? Как собралась? Как собралась? Да, вот мы видели, что происходит за сцена, какая ты накаленная атмосфера. Поддержка, поддержка только. Что ты себе сказала? Почему выступила так, что смогла противно? Вот что? Что тебя оставило? А ведь это же было решение зрителей. Поэтому, мне кажется, тут как-то не... Но ты не веришь в судьбу? Верю, конечно же. Мальчики! Нет, на самом деле, я всегда выбираю песню, вот, за жизнь, которые у меня были. Первый это «Реккенбол», «Разрушающий шаг». То есть я такие вот мотивирующие песни выбираю. Мне кажется, это... А ну, мотиваторы! А тут, подождите, а тут у меня была... Имейте совесть! А тут у меня была песня «Молитва». Это как NLP, программирование. То есть если петь простую песню, там, «Ля-ля-та-поля», ну, ерунда. А тут песня «Молитва». Я просто понимала, что вообще все, как-то вот будет такая ситуация, я как чувствовала. И все сработал? Это прикольно. Ура, ура! Слушайте, это был урок психологии на самом деле от Анастасии Кравченко сейчас. Аня, просто так увлеченно слушал, ты ее реально сейчас вот зомбировала, мне кажется. Мальчики, теперь вопрос к вам. Мальчики, иначе. Наконец-то! Но вообще, насколько я помню, если у меня с памяти все хорошо, вы не попадали в номинацию. Ни разу за весь проект только мы с Андреем не попадали в номинацию. И вот каково это вообще наблюдать со стороны? За ребятами, которые готовятся, наблюдать за теми, кто уходит. Вы-то уже суперфиналисты, прошли такой долгий путь. Ну, это, конечно, сложно. И вообще видеть слезы людей, видеть, что сильные участники уходят. Но это жизнь, это проект. Очень сильно переживаешь, когда вот этот момент наступает. И ты видишь, что участники готовятся, готовятся. Как парик, да. Потому что мы друг другу уже много знаем всякие закрытые истории, которых вы еще не знаете, да? Мы их узнаем? Самый интересный вопрос. Это все-таки личные, да? И ты еще больше переживаешь из-за таких моментов. Слушайте, вот есть такой момент, что вот перед вашим выступлением идет визитка, да? То есть вы делитесь своими какими-то историями на разную тему. В прошлом эфире это была родительская тема, да? Достаточно такой эмоциональный эфир, как мне кажется. Вообще, что на самом деле остается за кадром? Вам же самим нелегко, мне кажется, таким делиться. Нелегко, конечно. Остается за кадром наша... Как мы занимаемся вокалом, как мы записываем бэки. Наши многочисленные репетиции. Да, все остается за кадром. А интересные истории смотрите вы, между прочим, дорогие зрители. Да, самое-самое интересное. Вот мы видим то, что в кадре. Вас, красивых на сцене, поющих прекрасную песню. А какая большая команда над этим трудится? Расскажите. Как проходит процесс подготовки к выступлению? Режиссеры-постановщики, несколько хореографов. Балет просто шикарный. Такие профессионалы замечательные. Догонки по вокалу. Я так уснула и разнулась. Давай, давай. Это на самом деле, во время пауз, пока репетиции приостановлены, какой-то 20-30 минут есть, мы видим, проходим мимо и видим огромную команду, которая идет с бейджиками. Ихс-факторы ты смотришь, и ты просто... Не знаю, что это. Это свет. Столько света. Там вот эти профессиональные лампы. Ну вот сцена сама подсвеченная. Все спецэффекты. Камеры, звук. Это просто огромная команда. И ты понимаешь, что вот нас сейчас трое, а за нами там команда из 200, там, не знаю, 300, 400. Каково это чувствовать, что вот ты в середине, по сути, этой вселенной огромной, Икс-факторской, дошел до такого невероятного масштаба? Это потрясающее чувство, я не знаю. Я такой эмоциональный человек, что для меня это, ну вот, со слезами такой эмоционально. Дает ответственность. Ответственность перед зрителями, перед командой Икс-фактора, вообще перед всем миром даже на самом деле. И ты понимаешь, что из этого пути ты уже никуда не свернешь. Все. Ну это на самом деле, да. Так и есть, мне кажется. Это самый масштабный проект, что, вот, например, для тебя, Андрей, было самым сложным в прошлом эфире. Ну вот мы так возьмем крайний. Да, давайте лучше. Хорошо, давайте вообще любой другой эфир возьмем, который вам нравится. Запомнился, яркий номер. Первый. Первый. Реально? Да. У нас было очень много, мы долго готовились. Что это такое? Особенно общие репетиции, где мы танцевали, у нас не получалось. А да, мы же монатика вместе делали. Да, клево. Под монатика. Так, рассказывайте, кто косячил? Все косячили. Все по чуть-чуть, все по чуть-чуть. У этого рука, не туда, этого нога, и все с начала, с начала. Я вот это движение до сих пор не могу сплощить, как мы это делали. Это крабы, это крабы. Да, да, да. Да. Что это за движение такое? Мы потом убрали корпус, потому что у нас не получилось. Да, у меня кое-что другое тряслось. А, я помню. Это просто настроение Андрея, у которого... Ну, у меня вообще вот это не получалось, то не получалось, а сам, между прочим, оказался в суперфинале. Я так напоминаю, что у нас сегодня суперфиналисты проекта «Х-фактор». Ребята, вот эфир, который будет в субботу, самый сложный. Давайте, рассказывайте, победителя вообще определили уже среди вас сами? Между собой, да? Нет. А честно? Не будем противоговорить, зачем? Конечно. У нас есть уважение перед друг другом. Но тогда поддерживайте, значит, друг друга. Мы поддерживаем, конечно. Мы хотим очень классно выступить. Это самая главная задача, потому что это последний эфир, и вы будете смотреть большое количество людей. Очень много людей, чем всегда, да. Ну, давайте тогда приоткроем какую-то тайну, может быть, да? Какую-то маленькую. Маленькую. Что будет в субботу? Чего ждать? Почему зрители должны купить... Вы увидите рост с нашего первого эфира, точнее, с кастинга. С кастинга, да. Кастинга. Какие вы пришли просто... Видите весь наш путь вообще, все, что мы сделали на этом проекте, чего добились, что перебороли. Вот. Ну и будет круто очень. Как я понимаю, плакать мы снова будем, да? Да. Ну, это я вот так предполагаю. Это наша семьяная миссия на Эксфакте, и мы плачем. Ну, тут, по идее, тут уже вот нас трое, и называется одно имя, и никто больше не вылетает, и мы... Никто никуда не уходит. Да, и все. Будете радоваться того, как вы видите. Конечно. Прям искренне. Конечно. Это очень клево. Слушайте, мы поделились... Вы, точнее, поделились с нами, а мы им, в свою очередь, задали вам интересные вопросы, поэтому я предлагаю все-таки перейти к музыкальному туру нашей встречи. Будет интересно. Встречи. Итак, ребята, Кахут, наконец-таки его время пришло, заходите на сайт kahut.it, вводите в поле для игры следующие цифры, 6, 9, 2, 8, 5, 4, 1. Так, ребята... Давай мы объясним условия нашей игры сегодняшней. Условия игры сегодняшней? Ну, давай-то я объясню. Да, условия игры очень простые. Мы будем играть в музыкальный крокодил. Перед вами на экране и перед нашими зрителями будет видео с специально обученным танцором, который будет изображать какую-то супер известную песню. Ваша задача понять, что это такое, что это за песня, что это за тренд. Ну, как бы сказать нам. Играют и зрители, и вы. Мы очень шарим за тренды, вот прям все. Главное угадать песню. Ну, я думаю, с вашей помощью мы точно угадаем. Ну, мы постараемся. Главное, не навредить в такой ситуации, как говорится. Итак, ребят, мы запускаем Кахут. 3, 2, 1, поехали. На экран смотрите. На какой? Так, давайте вот, смотрим вопрос. Вот специально для вас на экране сейчас проявим. Он ждет. 3, 2, 1. Это надо магия, понимаешь? Должна работать. Все, все, все. Поехали. Пойдем запустили. Это будет без звука. Что это такое? Там есть варианты. Смотрите, смотрите, вот это движение. Сейчас покажем. Это сутки. Золотая чаша. Вы уверены? Почему? Почему? Я не понимаю. Нет, ребят. Он вот так вот скажет. Он говорит, нет, ребят, это не то. Я вообще не понимаю. Золотая чаша, да. Ну, точно. Подождите, вы как-то коллективно посоветуетесь. Короче, Андрей, ты нам веришь. Золотая чаша. Почему? Потому что вот это движение. Да. Супер. Это оттуда. Подождите, ну были же варианты ответа. А, ну все, я ее спела. Тут еще есть выбор, да, песня? Да. Это лайфхак для наших телевизоров. А почему мне сказали туда смотреться? Для себя это больше единственный. Потому что там можно угадать песню, а здесь варианты ответа. Смотрите, это суперсложный левел. Это левел полегче. Выбирайте, какой вам по душе. И давайте узнаем, как же правильный ответ выглядит. Я сделал свою губу. Давайте посмотрим видео, как выглядит все правильно. И что это за песня. А я думаю, это хорошо. Данику Карабану. Это профессионально. Данику Карабану. Это просто лучшая. Ура! Напиши, Андрей. Ребята, вы молодцы. Мы двигаемся дальше. Если вам нужен дополнительный балет, ваши номера, вы знаете, куда брать. Конечно. Мы вам можем дать контакт. Итак, угадай песню. Мы запускаем следующий вопрос и готовы показать. А, тут... Не смотри. Не подсмотрим. Смотрите на видео. Давайте посмотрим следующее видео. Зачем? Это какая-то змея. Читайте по губам, ребята. Это еще один лайфхак. Слушайте, «Солнце Монако» или «Запомни». Исполнитель Люся Чебочек. Ну, помнишь? Да, «Азварное солнце» и «Монако»! Да чего скажи мне? Запомни на Сан-Тропе. Твой взгляд. Давайте пройдемся по советским шлягерам, пожалуйста. Лоль, подождите! Стойте! Подождите! Мы слили. А там же вот это было. Мы слили. Все дело в том, что это очень похожий тренд. И в одном танцуется вот так, а в другом танцуется вот так. Аня, Аня, ты слышала, что сказал Андрей? Что? А может, пожалуйста, по советским трекам пройтись? Слушайте, ребята, я предлагаю вам защищать, так сказать, Андрея Панисова. Мы с тобой, мы с тобой, все хорошо. Потому что следующий тур будет очень жестким. Давайте посмотрим правильный ответ! Точный ответ! Давайте посмотрим! Танцуем вместе! Если сбросит потом у тебя, Лукаву бросил, скажи, что ты Запомни день, когда Не важно! Ребята, танцуем! Я уже включилась в игру, так сказать. Итак, Это выглядит очень огненно. Давайте У нас зрители играют Даша с елочкой. На первом месте. Я предлагаю двигаться дальше, Потому что вдруг все изменится. Оля, это не я! Мы запускаем следующий вопрос нашего интерактива, ребята. Соберитесь, Андрей, может у тебя получится. Ой, нет, давай я не посмотрю, давай пока не посмотрю. Давайте смотреть видео, смотри! О, тут уже руки! Руки, руки, ноги, ноги, руки, ноги! Смотрите! Бедра, глюкоза! Глюкоза, я тоже слышал. Руки, ноги, руки, ноги! Подождите, есть вариант ответа! Руки мыть нужно каждый день, руки на руке, матранк, руки, бедра, глюкоза, ноги, ноги, дискотека авария. Руки мыть нужно каждый день, нет такой песни. Есть такая песня? Ну ладно. Есть! Руки мыть нужно каждый день! Там еще что-то есть. Хорошо! Руки бедра! Да! Еее! Поздравляю! Кто ж знал-то, что вы знаете все тренды? Давайте посмотрим, как это звучит на самом деле. Я видел, что времени какое-то было. Это мне кажется... Руки вверх, покажите патышки! И погнали! Руки, бедра, руки, бедра, руки, бедра, танцуем, почему... У меня новый тренд! Это все в ТикТоке, да? Все! Сегодня вечером Андрей Панис скачает ТикТок! Синколько вы? Он у меня есть, но я там ничего не смотрю на курсал. Так, а сколько вы вообще? Вот в социальных сетях, мне кажется, вы редко сидите, у вас такой плотный график. У нас Инстаграм. Мы сидим в Инстаграме, очень хорошо отвечаем. А почему Инстаграм? Потому что... Там самые искренние люди собраны просто. Это правда. Самые добрые. Ну, передайте уже привет своим любимым подписчикам, болезням. Спасибо, что... Спасибо, что... Любите нас и вообще за все. За эти теплые слова. А теперь двигаемся дальше, потому что у нас тут свой... Еще одно супер-видео. Турнир. Поехали, супер-видео. Давайте смотреть. Руки... Кипятки. Ёлочка какая-то. Ну, это уже ближе ко мне. Катастрофа, Джигул. Адрей, блесни. Я как. Подождите, есть варианты ответа. Катастрофа Клава Кока. Run to you. Уитни Хьюстон. Федерико Феллини. Уитни Хьюстона нет. Бегу к тебе. Знаешь, такую песню? Катастрофа, значит. Я думаю, не Федерико. Я как Федерико Феллини. Точно? Давайте так, подождите. Надо вспомнить все тренды. Посмотрите, там было движение Run to you, но... Уитни Хьюстон... Говорю Клава Кока. I wanna run to you. Это новый тренд. Наши зрители не оглохли. Я предлагаю посмотреть правильный ответ. Это... Я бы не угадала. Предлагаю оценить нашего танцора на сколько? От 1 до 10. Я думаю, что это 10 плюсом. 10 плюсом? Даник. Даник, если ты нас слышишь... Даник, если ты нас слышишь... Он нас слышит! Он нас слышит! То ребята оставят тебе контакты балетмейстера, и мне кажется, на финале наш Даник зажжет вместе с ребятами. Ну это 100%. Давайте посмотрим промежуточный итог нашей сегодняшней игры. Мне кажется, ребята очень хорошо справляются. Они готовились. А ты уже хочешь, чтобы быстрее игра закончилась? Я хочу побольше. Побольше? Ну ладно. Так, Даша. Даша пока что лидирует. Даша елочка. Даша елочка лидирует пока что. Двигаемся дальше, дорогие друзья. Самбанили. Вопрос номер 5. Ну как вопрос? Давайте посмотрим тренд номер 5. Смотри вон, молодой человек. Так, присъел, показал. Может игрушка? Это народные вот эти вот элементы. Куда-то полетел. Слушайте, что? Не надо тут, пожалуйста, если у Лька Бузова у тебя наставник, то не все песни это Олька Бузова. Так, а вдруг это реально Оля Бузова? А, тут... Если где-то есть Ольга Бузова, голосуем за нее. Так, давайте, мальчики. Сейчас здесь Ольга Бузова смотрит наш сегодняшний эфир. Итак, какой вариант правильный? Снежинки. Сейчас узнаем. В лесу родилась елочка. Я так и думал. Самая легендарная песня, мне кажется, всего. Ну я думаю, Оля бы эту песню точно отлично исполнила тоже. А, так любую. При чем здесь? Уроки под лизонство в прямом эфире. Пожалуйста. Нет, на самом деле, ребята, давайте вот чисто вот сейчас представим, как бы этот тренд выглядел у Оли. Мне кажется, не очень. Вот трек из брошка вышел. Вот так его выглядит. Нет, трек вот Снежинки классный. Ну просто вот сам тренд, который сейчас показывают, мне кажется, не ложится. Не ложится. Не ложится. Поэтому, ладно. А зачем перебивать старое? Нужно создавать новое. Да. Чем Оля и занимается? Давайте посмотрим все-таки правильный ответ. Давайте посмотрим правильный ответ. Лису родилась елочка, в лесу она росла. Мне кажется, это Даник создал этот тренд. Я не могу, но это спокойно смотреть. Это будет новый тренд. Это новое движение в номере Андрея Планисова. Мы знаем, чего ждать в эту субботу. На второй песне бахни. Не, мы выйдем балетом. Это просто шедевр. Это шедевр. Слушайте, ребята, скажите честно. Вот вы так поддерживаете свою наставницу, она вас тоже поддерживает? Так это поэтому, да, потому что есть отдача, контакт этот тесный. Настя, тебя я, насколько я знаю, тоже Оля буду очень поддерживать. Ладно, Оля. Все поддерживают. Да, ну это очень приятно на самом деле, потому что столько энергии давать своей команде, и еще хватает на человека с чужой командой. Это очень приятно. Почему чужой? Мы одна большая команда Х-фактора. Понятное дело, это вот... Мы просто котики какие-то. Они участники Х-фактора. Это очень классная команда. Ну это правда, да. Ребята, вы вот такие яркие сидите, а кто вам образ подбирает? Сами? Ну сейчас я сама. Ну вообще Мария стилист наш, да. Ну, слушайте, насколько я знаю, у вас часто возникают какие-то проблемы с образами. Давайте, поехали. У нас была... Настя, это туда, давай, Настя. Вот так вот. Давайте, поехали. Я не буду это носить! Как в этом вообще можно ходить, да? В общем, когда я должна была петь колядочки. У нас тут не зря елку поставили, Настя. Прости, что перебила. Настя, быстро за елочку давай. Вот, и скинули концепцию, что я должна быть в чем-то ярком, в чем-то таком интересном. То есть платье елочки, да, то есть такое голливудского стиля, такое объемное. Я уже ожидаю, что вот сейчас мне принесут, ну, померяю, думаю, приносят просто вот аниматорский костюм просто. И хочется эти фантики раздавать, приходите ко мне, голосуйте за меня. И сейчас реклама дневников «Х-фактора», как говорится. Смотрите, это все есть там. Это реально было очень смешно. Все, что было, это лицо и две ручки, вот так вот. То есть я бы даже банальный микрофон бы не взяла. Вот я просто иду такая. Мне кажется, если бы она даже упала, она бы вот так вот с елочкой вместе. Зато страховка какая хорошая. Упала бы она мягкая. Нет, если бы мне надо было стоять, я бы еще куда не шла, я бы, может быть, и спела бы. Но когда я понимаю, что мне надо там прыгать, что меня там поднимают поддержки, я на коробочках сижу, такая пушиночкой спрыгиваю, а тут мне надо вот в этой елке там... Пушиночка, да, такая... Там сугроб просто. Потом какое-то платье, которое еле, ну, прикрывает все, там, ну, больше на майку похоже. Поставник не одобрил, да. Это платье. И там просто, ну, в дневниках мое лицо такое... Слушайте, у Насти какой-то сплошной трэш-контент. На самом деле не только у Насти, Андрей. Я помню, был эфир, когда тебе дали обувь, ну, по-моему, на один размер или на два меньше. 41 размер, у меня 43 размер. Нормально. Там не только обувь, там мне не могли подобрать образ постоянно. Что это был за эфир? Второй эфир, второй. Второй эфир. Я пел классическую песню. И вообще дали какой-то мне голубой костюм. Думаю, ну, нормально. Ну, сейчас ко мне соберутся ребятки. Ребятки из фан-клуба, да? Из фан-клуба, да. На самом деле, вот без шуток, а ребята из своего фан-клуба пишут, и из вашего фан-клуба тоже пишут. Давайте почитаем комментарии наших зрителей. И, ну, там ваша поддержка обязательно будет. Ну, вопрос Андрея. Вот, смотрите, вопрос Андрея от постоянного зрителя. Чем тебя привлек этот проект? Чем? Потому что там поют. Это шоу. Да, во-первых, «Х-фактор» звучит слово во всем мире. Вот, на всех языках. «Х-фактор», да? Я его называю «Хелена Мираев-фактор». Ну, что там, зря буквы второго фан-клуба стоят. Нормально, ты себе присвоила. А как? А как? Там делают обалденное шоу «Уровень Евровидения». Вы сами все видели. Выше. Это абсолютно факт. Да. Все, Кать Смирнова нам пишет, с какой целью ребята вы пришли на «Х-фактор». Рассказывайте, признавайтесь. Говори. Признавайтесь, раскрывайте все карты. Да просто... С автомобилем, рот зашел. Мы же не знали, зачем мы идем. Мы нам про автомат. Мы просто пришли. Мы просто пришли с Верой. Ой, какие хорошие. Нет, на самом деле... Показать себя как-то, проявить, раскрыться как артист. Какие-то свои, ну, может быть, какие-то комплексы, зажимы побороть. Получилось? Да. То есть раньше я выходила на сцену с какой-то определенной одной песней, обычной, ну, то есть спелой и все. У меня никогда был страх просто показать какую-то йодель, показать там, ну, где-нибудь пискнуть. Ну, петуха скажешь. Показать петуху. Кто на петух рассказывает? Но это, подождите, многие это называют кексануть, потом петух. Столько разнообразных слов. Анечка, вот она музыкальная терминология, мы до нее доехали. Давайте. Вот, и тут я понимаю, что меня все поддерживают. То есть раньше там педагог может сказать, ну, может быть, это рискованно пока что брать, показывать. А тут мне говорят, о, йодель, это же фишка, это же круто, берем. И я такая смотрю, думаю, сразу со мной согласились, то есть полностью поддержали мою инициативу. И вот это вот очень подвадривает и очень приятно. Что такое петух? Я хотела тебе объяснить. Я, кажется, понял, о чем ты. А ты когда тянешь, допустим, одну ноту, а-а-а-а-а-а, вот типа такого, срывается голос. Это в основном из-за неправильного дыхания. А, и к чему ты так говорила сейчас? Это просто такой вброс был. Нет, она сказала слово, похоже на п, да, на п там что-то ты говорила. Короче, я подумал, что сейчас петуха. У нас столько мыслей в голове, что все вот как бы не укладываются. Писк, писк, она сказала писк, точно. Слушайте, ну это смешно. На самом деле у меня еще вот такой вопрос, ребята, до того, как прийти на X-Factor, кто-то из вас занимался музыкой, кто-то не занимался музыкой. Ну расскажите, какой была ваша жизнь до самого проекта? Развила жизнь на до и после. Давай, Никита. До и потом X-Factor. Я начал. Давай. Ну у меня была музыкальная жизнь вообще с самого детства. Ты, Хелена, это точно. Это я точно знаю. Да, но с X-Factor она пошла намного быстрее, активнее, интереснее. Столько событий в жизни опять начало появляться, как раньше. Это очень круто. И Никита такой, ну может теперь вы поделитесь своими историями. Настя, что было у тебя? У меня просто какие-то обычные конкурсы. Ну тоже я участвовала в постоянных конкурсах, но такой проект крупный. Занималась музыкой профессионально где-то? Ну в вокальной студии, да, у педагога занималась с самого детства. То есть вы все не просто так пришли, я уже подготовленный почти артист. А вы не знаете про меня, да? Все все знают. Конечно не знаю, не знаю. Мы хотим, чтобы все зрители смотрели нас и знали. Я пел в Литском астрадном оркестре, до сих пор там работаю, ну пока понятно, да. Пока будут пуски, как говорится. Я еще открыла свою вокальную студию для детей и взрослых. Вот, ко мне ходит весь город и там занимаемся вокалом. Это очень интересно, когда маленькие дети и у них глаза горят просто вот. Именно открыть себе вот этот вокальный талант. Все они сейчас болеют. Да. Это очень здорово. Я уверена, вот Лиза Логойко пишет, Андрей Панец, вы самый лучший. Я уверена, Лиза придет себе в студию еще заниматься. Так, мы тут не рекламируем, мы просто советуем. У нас зрители очень любят рисовать граффити, поэтому миллион открыток для вас. Веса Тимофеева прислала вам граффити. У нас на самом деле здесь много. Юрий прислал граффити. Диана Копчик, постоянная зрительница. Наш профессиональный граффитист. Да, прислала нам свое граффити, если честно, очень приятно. Вы, наверное, слышали пожелания от Кристины Шаровар, но я вам повторю. Удачи всем и крепкого здоровья. Это просто очень важное пожелание, ребята. Это очень важно. Ребята, вот вы участвуете в X-Factor, и он, по сути, занимает все ваше время. А как справляетесь с какими-то еще обязанностями? Школа, учеба, работа? Мы уже никого за школьников. Я в колледже. Вас всех отчислили уже? Я в колледже, она в универе, пока не отчислили. Там за неделю надо будет все закрыть, все долги, как-нибудь. Я написала, вот вчера сходила, написала заявление об отстрочке зачета в сессии. У меня такого нету. Вас поддерживают? Я ИП. Лежишь тут. Андрей просто со спокойным лицом. Да. Вот так себе сидит. Сделал себе отпуск, насколько я захотел. Сам себе, да? Да. Так, ребят, ну что вы вообще планируете делать после шоу? У нас будет тур с февраля по всем городам Беларуси. У всех троих или каждая единоличная? У всех единоличная. У всех 14 человек. Здорово. Обязательно покупайте билеты уже прямо сейчас. Да. Довится для вас новая песня. Песен будет много. Молодежная, хитовая песня, которая забивается в голову. И не выходит оттуда. Такие песни вам по душе вот больше всего? Вот смотрите, закончится X-фактор, вам нужно будет выбирать направление, по сути, музыкальное. Что это будет? Сложно. Поп-музыка. Опа, вот так. Скорее всего, какой-нибудь тикток. Ну, у меня есть, у меня есть. Ой, вот у меня как раз вряд ли тикток будет. Что у тебя будет? Ну, поп-музыка, но не тикток. Никита, ты не любишь тикток? Чтобы прямо в сердце. Ну так, ну не все. Такая лирика. Да, да, да. Не, понятно, будут и веселые песни, но в основном... На самом деле, что ляжет на душу? То есть, если это какой-нибудь лирический медляк, просто вот уровня Евровидения, и мне прямо он понравится, то... Но тебе продюсер скажет, давай тикток. Давай тикток. Кстати, мне говорили, но мы так немножко поменяли уже концепцию. Ого, какие у вас тут схемы? Поменяли концепцию, не поменяли концепцию. Ну, вообще, надо смотреть, на самом деле, о времени года, да, когда выпускать трек, что там хайпануло. Когда? Пошаренный. Так, а теперь... Рассказывайте. Ну? Вы были не перерывы за тикток. Да, хайпанула золотая чаша. Когда, давай. Я за тиктоком не слежу, достаточно. Так когда, рассказывай. Это был YouTube. Ну, когда реально по-хорошему выпускать треки? Вот ты говорил по сезонам. Да, там сезон. То есть, а что, как это? Ну, естественно, зимние треки зимой выпускать. А как это? Новый год, там чисто. А как? То есть, в принципе, наверное, больше лирику, да? Ты имеешь в виду? Лирику когда лучше выпускать? Ну, у меня лирика с драйвом будет. Лирика с драйвом когда? Зимой? Не знаю. Весной. Весной. Да, весна. Весна. В общем, в 2022 году. Мы ждем трек Андрея Панинцева. Хорошо, когда ТикТок песни лучше выпускать? ТикТок летом. Почему? А там все дети, знаете, на дачах. Каникулы. И так. Но на дачах интернет не ловят так-то. Мы еще тут. А что там на дачах такие? В июне, в августе. Обычно на даче в июле. Правильно говорю? Или все лето? Какая дача крутая? На обычных дачах нет интернета, понимаешь? Нет, я же говорю, вот в июле. В июле не надо выпускать. В принципе, можно на каникулах. На любых школьных каникулах. Там весной, зимой. Никита, поп, когда тогда лучше выпускать? Поп, вообще, когда хочешь, тогда и выпускать. Лучше альбом сразу. Зимой. Сейчас альбом не выгодно выпускать. Вообще, да, я подумал, да. Лучше одну песню. Да, одну песню. Сколько от вас ждать песен? На одну? Такую бомбезную? Или все? Пока, пока. Потом альбом. Так, так, так. Лучше сделать одну качественно. Пока что сделать одну качественно, чем 10 некачественно. Я сейчас не поняла. А у меня наоборот. Надо пока есть момент, надо бомбить, бомбить и бомбить. Вот, правильно. А тебе скажут. Танцуй пока, молодая. Танцуй под бузову. Чик-чик. О, видите? Видите? Профессионально работает. Это была проверка. Так, на самом деле, я вот к чему вела. Ни одну песню в следующем эфире вы будете петь. Сколько? Две. Ребята, вы можете прямо сейчас обратиться к зрителям. Ну и, конечно же, чего-то им пожелать. Что-то интересное себе рассказать. И, конечно же, озвучить свой зрительный номер. Номер на голосование. Ну что? Нет, все, я не первый. Я не это. Давайте, голосуйте за меня. Старшим дорогу, да? Спасибо. Всем желаю всегда вдохновляться. А, вот в эту камеру. Всегда вдохновляться, находить что-то лучшее в жизни, не расстраиваться. Все у вас впереди. Всем крепкого здоровья. Я вас крепко обнимаю. Спасибо, что вы есть. Мой номер 12. Голосуйте за Андрея Панецова. Настя. Никита, ладно. Ладно, ладно. Я могу. Хочу... А, уже теперь сюда. Хочу пожелать всем побольше вообще добра, позитива в жизни. Потому что, ну, с этим сейчас напряг. И хочется, чтобы просто в жизни каждого было больше каких-то положительных эмоций. Мой номер 07. Голосуйте за того, кто вам понравится. Ну, за меня тоже можете и не забыть, да? Ну, можете и не забыть. Настя. Фух. Я желаю вам, конечно, сейчас здоровья, потому что это очень важно. И желаю оставаться такими же искренними, добрыми людьми, чтобы у вас все всегда получалось. Спасибо вам огромное за ту поддержку, просто колоссальную, которую вы мне даете. За ваши добрые слова, которые мне просто в директ прилетают, и мне просто так тепло на душе становится, когда я это читаю. И даже опять слезы пускаю, потому что это, ну, очень приятно. Просто очень приятно. Если мои там друзья могут написать просто там, ну, классно, здорово, то вы прям такие душевные, прям душевные-душевные слова пишете. И это правда очень греет душу. И спасибо вам огромное. Я постараюсь сделать все возможное, что от меня зависит, и вас не подведу. Голосуйте за номер 14. Друзья, голосуйте за Настю, за Андрею, за Никиту. Ребята, вот прошло очень много времени, а что изменилось у вас вот внутри за эти месяцы? А вот это вы как раз услышите на эфире. Там все будет рассказано, мы про это очень много. Красиво сказал. Я просто помнил этот вопрос. Ребята, какие вы классные. Слушайте, у вас у всех горят глаза. Мы желаем, конечно же, вам прекрасного выступления, классных эмоций, заряда в этот день, для того, чтобы не сдувались. Ну и, конечно же, удачи, удачи, еще раз удачи. Мы будем голосовать, вас поддерживать. За всех вас, обязательно, обещаю. Спасибо вам огромное. Какие вы классные. Ну, слушайте, я предлагаю от музыки далеко не уходить, правильно, Аня? Конечно, обязательно. Ну, как у нас сегодня музыкальный эфир, алло. А, точно. Доброе утро. Извините тем, это эфир музыкальный, поэтому предлагаю посмотреть музыкальный сюжет от Илоны Камоско. О. Йо-хо-хо, дорогие друзья. По максимуму сегодня создаю вам новогоднее настроение я, Илона Камоско. И музыка мне в помощь. Сегодня говорим только про Рождество, Новый год и каникулы. И вот вам моя музыкальная подборка. Начнем с классики. Новогодних песен каждый раз в преддверии праздников выпускается не одна сотня. Но до сих пор самый популярный остается Happy New Year от Абы. 1980 года выпуска. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now within you. В чем секрет такой популярности? Давай разбираться. Может, в тексте? Вот вам цитата. Вечеринка закончилась, и наступившее утро кажется таким серым и далеким от шумного веселья праздника. Да, так себе начало Нового года, скажете вы. Но ведь в большинстве случаев именно так и случается. И наши ожидания от праздников чаще намного ярче, чем сам бой курантов. А может, секрет успеха в видео? Ведь его снимал оскароносный режиссер. Или в том, что Аба к моменту выпуска трека находилась на пике своей популярности. Но при этом именно 80-й год стал последним в гастрольной деятельности группы. И слушателей захватила ностальгия? Мне кажется, что все вместе. Но вы только представьте, ведь кто-то уже целых 40 лет подряд встречает Новый год с этим треком. Да и реаниматор ретро-музыки ТикТок не оставил Happy New Year пылица в закромах. И активно делает видео под этот трек. В ТикТоке и продолжим. Кстати, выпал первый снег. А ты уже успел рассказать об этом своим подписчикам? Если нет, то делай это в тренде. Танцуй как снеговики в клепе Сия Сноумен. Залетишь в реки. Ну а если танцевать тебе не с кем, то относись к ситуации с юмором. Ну и добьем тему новогоднего настроения. Нужно ли успеть себе найти парочку на праздники? Мот и Моригу вот считают, что да. Все изменило навечно, наша случайная свежь. И мы разные люди, у нас разные судьбы. Но только с тобой мне холодно не будет. Только с тобой мне холодно не будет. Ребята, не нагнетайте. Чай в термос, носки с начосом и теплый пуховик. И холодно не будет ни с небес. Ребятки, в Кахута мы сыграли. И сейчас готовы назвать имя победителя. Это не я. Вот это реально не я, потому что один раз выиграла уже Хелена Мирай. В этот раз это не я. Это кто-то, кто получает пригласительный в резиденцию Деда Мороза, который с 25 декабря по 9 января пройдет на территории комплекса «Линия Сталина». Вас ждут много-много-много приятных сюрпризов. И если будете участвовать в конкурсах, то еще, конечно же, куча подарков. Ну и музыка сегодня по традиции будет звучать на протяжении всего нашего эфира. И даже после рекламы на телеканале «Беларусь-2». Молодежный интерактивный проект «Пин-код» продолжается. Сегодня у нас музыкальный эфир. Ну и, конечно же, куда же без музыки сейчас, в данный момент времени? У нас в студии уже прекрасная наша реальтистка. Как это называется? Нет, давай скажем, потенциально новая ведущая проекта «Пин-код». Человек, который может занять место вот на этом диванчике. А, то есть наше место мы точно не уступим. Это был небольшой намек, Катя, если ты не поняла. Но на самом деле Катя Гречная сегодня, представительница команды Жанна Синкевича. Финалистка нашего прекрасного реалити «Хочу в пин-код» кое-что нам пришла рассказать. Все дело в том, что ребятам было дано задание. Да. Представить свой живой сюжет. И прямо сейчас будет мчать Катя Гречная. Расскажи, с чем ты к нам пришла? Давай я вот намекну, а вы попробуйте угадать, о чем я буду рассказывать. Мне кажется, мы не угадаем. Вы угадаете здесь все просто. Как часто вы слышите от артистов следующие фразы? «Нот всего семь» или «не всплагиатил», «авдохновился». Вот ты слышала, что она сказала? От нее никогда. А, все, спасибо. Не, на самом деле, ну так как я вроде как в этой профессии немного задействована, я достаточно часто это слышу. Ну, нот реально же всего семь. А это вообще... Да, 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 да. Тональностей много. И мелодий много. Хорошо. А-а-а! Я поняла. Но слышим часто. Мы про плагиат будем говорить. Дали, все верно. И речь сегодня пойдет о музыкальном плагиате. Я подготовила такую подборочку, чтобы мы вместе разобрались, кто же кем вдохновлялся. Ну, поехали. Начнем мы с двух песен, которые максимально идентичны, на мой взгляд. И даже дата выхода у них различается всего лишь на два месяца. Так что поехали, смотрим первый клип. Танцевать можно. А да и от пепел на твою подушку, больше не звони мне без тебя, намного лучше. И я делаю вдох, так, пофигио, я искал тебя вечность, вот идио. Так, ладно, извините. Да, мы слушаем. Вот такие вот совпадения, когда песня всего выходит, и через два месяца выходит уже новая песня. Я считаю, уже как-то не очень походит на совпадение. Подожди, я немного не понимаю сейчас. То есть... А кто у кого? Да, вот, кто у кого украл. Песня Silent Hill вышла раньше, то есть Диор вышла позже. Эх, серьезно? Да, вот такой шок-контент происходит. Я сейчас реально в шоке, потому что я-то, вот, Егор Кушипа, знаю намного лучше, чем Silent Hill какой-то там. Чем себя сон. Ну, тем не менее, здесь у нас точно сплагиачено. А следующая исполнительница была замечена в заимствовании даже два раза. А на что же, похожие ее две песни мы увидим прямо сейчас. Давай. Ты меня не тролль. Ты меня не тролль. Шоколад. Ты меня не тролль. Что-то. Ты меня не тролль. Шоколад. Ты меня не тролль. Ну, похожи. Согласны? Это Катя Адушкина, да? Да. И Время истекло. А кто здесь у кого? Они распались, кстати. Катя Адушкина. Катя Адушкина украла мелодию Время истекло. Вот даже Лень ее. Катя Адушкина Аладушка. Вообще, какая-то грусть пищает. Нет, ну, как говорится, всякое в этой жизни бывает. Но это интересный факт. Я бы никогда не подумала даже. Давай дальше. Ну, и посмотрим, на что похожа ее вторая песня. Прямо сейчас на ваших экранах. Она не остановилась. На одной. На самом деле, здесь совпадение все-таки не очень очевидное. Но какой-то такой вот просто общий энергетический вайп у них совпадает. Вайп. Да, и появляется такое. Ну, вот настроенницы у них одинаковые. Но я не сказала бы, что здесь все-таки сплагиачено. В отличие от следующей песни. Смотрим прямо сейчас. Слушаем, конечно. У меня срывает крышу это все, Потому что в моей голове психушка Я люблю, ненавижу, у меня срывает... Извините, пожалуйста. Это Хелена, про свой недосыпаю. Уху, сыпья! Как мне нравится этот музыкальный эфир. Так, ладно, извините. Но на самом деле, я поняла. Это Валя Карнавал и Биберекса. Да, все верно. И даже несмотря на то, что Валя Карнавал утверждает, что плагиата не было, Если бы он был, она бы призналась, что она так понворовала слегка песню. Она утверждает, что не было. Ну, не было так и не было. Поверим Вале. И будем надеяться, что больше таких совпадений случайных у нее не будет. Я сейчас не поняла. Почему мы поверим Вале? Она даже распевку Долины спеть не может. Ничего страшного. Так что, извините. Не, на самом деле, Валя классная. Фанаты Вали Карнавал, мы вам передаем привет. На самом деле, и песня тоже классная. Песня классная, это правда. Очень заедает, очень заедает такая вот прям подтанцевать. Поэтому, плагиат это или не плагиат, решать, конечно, не нам. Нашему услышать можно и ту, и ту. Да. Но на самом деле, даже это ничто по сравнению с тем, что у нас будет дальше. А дальше у нас будет инстасамка, которая плагиатит целые альбомы. Смотрим прямо сейчас. О, это! Это проложение? Это у нее целая песня. Это вообще, это очевидно. Это очевидно. Это реально, это очевидно. И на самом деле, мне кажется, что если уж ей вот настолько прям нравятся эти песни зарубежные, то она могла бы и купить права на них уже, наконец-то. Катя, большое тебе спасибо, что рассказала нам про все вот эти вот ужасные приступы какой-то вранья, лжи. Это уже отвратительно. Почему-то русские артисты чаще воруют. Слушайте, девочки, я предлагаю вот задаться таким вот вопросом. В принципе, и та, и та песня хороши. Правильно? Какой-то у меня такой сейчас был скомканный русский язык, но это все неважно. Если быть добрым человеком, можно не обращать внимания по делам, не слушать и ту, и ту, и просто пополнять свой лист. Нот же всего семь, правильно? Да, нот всего семь. Это новый хэштег от проекта Пин-код, который вела Катя Гречна сегодня у нас на эфире. Но на самом деле, завтра придет уже в эфир Лиза Шувалова, в четверг смотрите Ангелину Сороков, в пятницу Юлия Клыгун, девочки порадуют вас классными живыми. И уже в пятницу кто-то из этих прекрасных девчонок покинет наш проект, поэтому поддержите их. Поддержите Катин сердечный приступ, чтобы он не случился у нас в эфире прямо сейчас. Это правда. Обязательно, обязательно пишите им комментарии в нашей официальной группе и во Вконтакте, быть там активными и еще заходите в наши чаты, болталки, в наши инстаграмы, тиктопы. Ютуб, конечно, пересматривайте эфиры. Подпишитесь на ютуб ради Хелены Мирая. И ради Ани Гукиш, пожалуйста, тоже, конечно. И голосуйте за участников проекта «Х-фактор». Музыкальные ребята сегодня были у нас в студии и порадовали вас какими-то секретиками, сплетними интригами, скандалами. Если вы все пропустили, пересмотрите опять же на нашем ютуб-канале. Ну и в целом смотрите Пин-код когда? Со вторника по пятницу в 16.00 на телеканале «Беларусь-2». Сегодня с вами были Аня Гукиш и Хелена Мирай. Пока-пока!